Привет. Я в Зайсане на холмах. Начинаю свою трансляцию. Офигенное зрелище, конечно. Это вот мой родной Зайсан. Привет. Им-то нас. Инфраструктурное сквозь. Как дела? Привет, привет. У меня тут перископ с холмов в Зайсане. Ты откуда? Это моя школа. Ау, привет. Классно, классно. А, жила Вука. Ну, круто. Мы с тобой земляки, получается. Я родом в Зайсане. Но живу сейчас в Семске уже. Да, я родом в Зайсане. Я здесь родился. Закончил школу. Ой. И сейчас я уже закончил универ и приехал к бабуле, короче. А это холмы. Это возле Зайсана, короче. Вот такие вот холмы. Вот эта дорога горная, это телевышка. Там, короче, в горах еще есть какой-то поселок. Не знаю, там водохранилище и поселок. Привет. Вот, короче, на заднем фоне это Зайсан. Меня, кстати, хорошо слышно или нет? А то тут ветер дует. Озеро, да, но... Сейчас я переведу. Я не знаю, его отсюда видно будет, не видно. Озеро, вообще, вот надо туда ехать, короче, где горизонт. Там будет озеро, оно где-то 60 километров отсюда. 60 километров отсюда, это озеро. А это город, да, вот он сзади, на заднем фоне. Кстати, хочу сказать, что с галактики трансляция лучше идет, чем с айфона. Как-то изображение получше. У меня вообще хорошо видно или нет? Потому что у меня показывает, как бы, что... А Инна... Инна, Инная, привет. Короче, всем привет, кто... По дороге в Китай становились там в гостинице. Да, тут Китай рядом совсем. Тут до границы, по-моему, я не знаю. Ну, тут рядом, в общем, где-то. Может, 40 километров, может, 50. Так что вот так вот. Ну, погода дождливая в последнее время. Тучки, да, это еще мягко сказано тучки. Так тут... Ой, сколько здесь дней? 10. Все 10 дней здесь льет дождь. То ливень, то просто моросит. Короче, вот так. Сейчас еще немного красоты. Что-то... А, вот. Вот там вообще нереально красиво. Вот эта вот часть. Не знаю, приблизить, нет? Там, короче, ледники. Уже дальше начинается эта... Телебашня. Подсолнухов. Это по дороге в Китай. Наверное, я не ездил на границу. Никогда. Никогда там не был. Да, ВКО очень красивая природа. Вот. Нет, ВК... Что значит, нет, ВК? Ты любишь ВКО или нет? Ты любишь ВКО или... Нет, ты любишь ВКО или... Я не понял, что немножко... А, подсолнухи? Ха-ха-ха. Понятно, подсолнухи, но... Когда в ВК едешь... Семск... Я вообще живу сейчас в Семске. И, как бы... В ВК бываю редко, потому что там очень... Как это сказать? Грязный воздух. Тяжкий воздух тоже. Поэтому мне там неинтересно находиться. Ну, а так ВКО, в принципе, город как город. Они, в принципе, все друг на друга похожи. Поэтому не могу сказать. Вот. Это вот... Сейчас я поднимусь на вот этот хоум и дальше там будет такая, типа, экспозиция Казахстана. Я такую же штуку видел в Искамане. В маленькой Швейцарии. Ага, ну... Да, я что-то слышал такое. Природа вокруг... Природа вокруг, конечно, там... Красивая. Но сам город грязноватый. Я не могу сказать, что там приятно находиться. Там очень тяжелый воздух. Максимус. Привет. Я могу извиняться. Я могу извиниться. Тут... Такой, как бы, этот... Ветер. Я не знаю, у меня слышно. Нормально. Сейчас просто порывистый ветер. И тут... Как сказать... Здесь может пропадать сигнал связи. Кстати, здесь... 3G хорошо работает только на горах. Сопки, да, вообще красиво. Это вот такая экспозиция местная, типа этого. Как в Усть-Камане. Там же есть. Гора Казахстана и все такое. Фотосессия. Ну, фотосет, да, красиво. Там вообще места красивые. Там тоже горы, холмы. Очень красиво. Особенно где поселок Красино. Что вот так. Здесь уже более-менее ровная такая местность идет. Хотя я на холме иду. В ушах Леди Гага. В руках Галактики. Внизу Зайсан. Пойдем по холмам. Да, классно. А воздух какой вообще обалденный. Здесь очень чистый воздух, между прочим. И он как-то пахнет каким-то, я не знаю, это свежесть или не свежесть. Я не знаю, как это сказать. Такой запах травы, свежей земли и такой чистой воды. Вот такой вот аромат какой-то. Как будто это разбрызгали. Такие вот облака нереально красивые. Вообще да, здесь классно. Отдыхать здесь вообще шикарно. Я сейчас попробую дойти до водохранилища. А если есть желание и время оставаться на линии или в прямом эфире. Или как это сказать. Мега... Мегаликс. Привет. Ну тут недалеко в принципе идти. Вот тут есть дорожка. Классно вообще. Надеюсь, сегодня не будет дождя. Уже, честно говоря, не хочется. Тут дождь. Погромче музыку сделаю. Приезжали. УК горный спец. Открылась панорама ночного города. Да, это шикарно. А ты знаешь, когда я вообще был удивлен панораме ночного города. Это когда мы с девчонкой. Кстати, она сука. Сарайкой. Поехали по Work and Trail в Штаты. И забрались на 86 этаж в Empire State Building. Это было по-моему... Я не помню. Нет, это не ночью было. Это было днем. Но все равно вид был офигенный. Город он так резко вынырнул перед нами. Русско-Миногорск. Да. Вот. И я вот тогда был действительно поражен видом города. Но ночью что-то у меня не было времени туда ходить. Поэтому мы были днем. Немножко мой фейс. Немножко моего фейса. Да, экология ужасная. Экология отвратительная там. Там... Там... Не знаю. Там тяжко дышать. Там вот просто... Вроде бы нормально все. Но дышать вообще... Полное ожол. В этом искамане. Ну, хотя он областной центр. Хотя я, честно говоря, не понимаю, почему его сделали областным центром. Потому что он очень маленький. Не продувается. Да, в общем, это не мое дело. Иду я по серпантинчику. Вон там горная дорога. Там... Я говорил, в горах. Еще один поселок есть. Вот. И иду я вот, короче, такой вот. Вот к этому... Казахстану там, получается, к этой экспозиции ведет вот такой серпантин. Вот. Что вот так? Ну, здесь офигенно красиво, конечно. За... этого вот. За мирло. Люди, вы здесь, отпишитесь. Кто здесь? ну вот еще одно свидетельство дождя лужа лужа в которой отражаются облака облака моей родины малый красивше а вы в этой волны волнате где работаете тем работать чем занимаетесь вот